Доброе утро! Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ в студии Марина Генералова. Цены на золото в пятницу снижались под давлением растущего доллара, но в целом по итогам недели металл остался в зеленой зоне. Золото растет уже третью неделю подряд, так как состояние мировой экономики сейчас сложно назвать стабильным. Замедление активности в производственном секторе еврозоны, усиление спада в промышленности Китая – все это вновь возвращает интерес инвесторов к активу-убежищу. В начале европейских торгов металл в пятницу просел до уровня 1317 долларов 40 центов. Позже котировки вновь вернулись к отметке в 1322 доллара, на которой закрылись торги на Комекс предыдущего дня. Согласно предварительным данным агентства Market Economics, деловая активность промышленности США в феврале росла рекордными темпами за последние четыре года. В то же время аналогичный индекс, рассчитываемый Федрезервом Филадельфии, ушел в зону спада. Однако трейдеры, судя по реакции доллара, уделили большее внимание оптимистичному отчету от Market. Индекс доллара ICE в пятницу укрепил позиции. К концу недели индикатор заметно подрос, отражая подорожание доллара к корзине из шести основных валют. Резервы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире золотого фонда, в конце недели практически не изменились. По мнению экспертов, инвесторы пока не хотят фиксировать позиции по золоту в расчете на продолжение ралли этого года. Ну а на этом у нас пока все. Вернемся через несколько часов с очередным выпуском новостей. Оставайтесь с нами и удачной торговли!